Привет, друзья! Сегодня у меня для вас очень интересная геометрическая задачка. Решат её не все, самые продвинутые и прошаренные ребята только. Ну, может быть, кто-то из взрослых осилит. Поэтому наберитесь терпения, возьмите ручку, листок бумаги и попробуйте решить эту задачу. А задача такова. У нас есть какой-то треугольник, и в этом треугольнике проведены две медианы. Вот у нас одна медиана. Вот эти вот стороны равны, получается. Вот у нас вторая медиана. Вот эти вот отрезки тоже равны. А третья сторона у нас разделена не пополам, а на три части. Раз, два и три. И вершина, противолежащая, соединена с вот этой вот точкой, которая отделяет одну треть. И в серединке у нас с вами образовался треугольник. Так, между этим отрезком и двумя медианами. И площадь этого треугольника равна единичке. А найти нам с вами нужно площадь всего большого треугольника. Вот этого вот. Так, ну и тут давайте помечу, что у нас эти отрезочки одинаковые. Всё, друзья мои, можно ставить на паузу, пытаться решить эту задачу самостоятельно. Потратите хотя бы минут 15 на её решение, и потом продолжайте только смотреть видео. Иначе не получите всего того удовольствия, которое предполагает эта задача. Ну а прямо сейчас, друзья мои, мы с вами начнём её решать. И начнём мы с идеи. А идея в том, что нам нужно как-то приблизиться к вот этому вот зелёному треугольнику. То есть найти какой-то треугольник, у которого будет с ним одинаковая сторона или одинаковая высота, чтобы из этого соотношения можно было перейти к соотношению площадей. И потом так раскатывая этот снежный ком, мы бы с вами вышли на площадь всего большого треугольника. Но как это сделать? Пока не видно, да? Поэтому давайте начнём с того, что через точку пересечения медиан проведём-таки медиану к третьей стороне. Вот так. Все медианы пересекаются в одной точке, поэтому эта медиана пройдёт через эту точку, и мы узнаем, какое свойство медиан. Что они делятся с точки пересечения в соотношении 2 к 1. Так? То есть вся медиана – это три части, это две части, это одна часть. Но это нам понадобится чуть попозже, я просто заранее вам сказал. А сейчас мы выясним с вами вот какую вещь. Смотрите, вот этот отрезочек – это одна треть вот с всей стороны, да? И обращаю ваше внимание, что что тут, что тут, что тут, я пишу не абсолютные величины, я пишу именно части, то есть акцентирую на этом внимание, да? У меня на рисунке части никаких абсолютных величин нет, потому что, ну, нам их и не дано, кроме площади, собственно, вот этого треугольничка. Итак, это части. Третий раз повторил, да? Вот досюда. Это у нас получается одна вторая, так как вот это, то, что мы провели, это медиана. Ну, а стало быть, на вот этот вот отрезочек приходится сколько? Одна вторая минус одна третья – это будет одна шестая. Замечательно. А какой вывод из этого всего мы можем сделать? А такой, что вот этот наш треугольничек в красную пупырочку, красную точечку, вот этот вот вытянутый узкий треугольник, он будет в шесть раз меньше по площади, чем большой чёрный треугольник. Так, давайте это запишем. Наш пупырчатый треугольник будет в шесть раз меньше площади нашего искомого треугольника. Хорошо. А что дальше? А дальше давайте мы с вами соединим вот эту точку и точку пересечения медиан. И посмотрим на вот этот вот голубенький треугольничек получившийся. А что мы можем о нём сказать? Ну, мы можем сказать о нём вот что. Что его площадь будет в три раза меньше, чем площадь нашего вот этого треугольника в красную пупырочку. Почему? Потому что основания у них одинаковые. Вот она одна шестая, да? Я вот про этот отрезочек говорю. А высота его будет в три раза меньше, чем высота этого треугольника. Почему? Потому что я уже говорил, да? Что отношение отрезков, на которые делится медиана точкой пересечения, это два к одному. Значит, высоты делятся в этих треугольниках так же. Высота красного пупырчатого треугольника в частях это три. А высота в голубом треугольничке в частях это один. То есть в три раза меньше. А значит, что площадь голубого вот этого треугольничка, она будет равна одной трети от вот этого. От вот этой площади. А это уже S на 6. Значит, делим еще на 3 и получаем S на 18. То есть площадь нашего голубого треугольника это S. Так, только S черная. S разделить на 18. Но, честно говоря, нас площадь этого треугольника не особенно интересует. Нам больше интересна площадь оставшегося треугольника. То есть площадь вот этой вот части. Что это за часть? Это мы от всего красного пупырчатого треугольника отрезали голубой треугольник. Так, и получили вот этот вот наш заштрихованный треугольник. Но если голубой треугольник это одна треть от пупырчатого, то заштрихованный получается это две трети. А значит, площадь заштрихованного треугольника равна две трети от вот этого. То есть вот S, S черная так, от S на 6. Теперь у нас 2 и 6 сокращаются. Тут единичка, тут получается троечка. И мы получаем S на 9. Уже кое-что. Почему я так говорю? Потому что у нашего вот этого заштрихованного треугольничка одинаковая высота будет данным нам зеленым треугольником. Отличаться у них будет только основание. Понятно, что основание зеленого треугольника будет меньше, чем основание красного треугольника. И если мы узнаем во сколько раз, то мы фактически решим задачу. Потому что мы перейдем сначала от зеленого к вот этому заштрихованному, а потом от заштрихованного перейдем к черному. Потому что мы знаем, что площадь черного треугольника в 9 раз больше площади этого красного заштрихованного. Ну, осталось дело за малым, да? Найти во сколько раз зеленое основание меньше красного. Как будем делать, друзья? Ну, для начала давайте мы проведем с вами вот такой отрезочек, соединяющий, являющийся средней линией вот в этом вот, следите за рукой, треугольнике. Это у нас одна треть и это одна треть. То есть вот эта точка делит вот эту сторону ровно пополам. И вот эта точка делит вот эту сторону ровно пополам. Значит, это средняя линия, эта линия параллельно этой линии. Ну, и в общем, если принять, что весь вот этот вот, все вот это красное основание равно единичке, опять-таки я говорю в частях, да, не абсолютной величины, то оранжевый отрезочек будет равен одной второй. А теперь давайте с вами посмотрим на вот этот треугольник. Опять смотрим за моей рукой. И в этом треугольнике вот этот отрезочек, вот этот вот, голубой, будет являться средней линией. Почему? Спросите вы. Ну, потому что так же. Это одна треть и это одна треть. Значит, вот эта точка, это середина вот этой вот стороны. А вот эти стороны у нас параллельны. Так? Значит, и вот это будет являться серединой. Ну, а значит, это средняя линия и это равно одной четвертой от вот этот голубой отрезок наш равен одной четвертой от всего красного отрезка. Теперь, если бы нам найти как-нибудь сколько частей составляет вот этот вот отрезочек, то есть суммарный голубой и зеленый от красного, то все, была бы победа. Как этого достичь? Как этой победы достичь? Ну, давайте мы прибегнем к теореме Фалеса и сейчас поймете, как. Давайте мы из вот этой вот точки проведем точно такой же отрезочек. Надо, наверное, пояснить, почему он будет точно таким же. Не все поймут сразу, что это одна вторая. Но давайте мы с вами рассмотрим. Вот этот вот треугольник. Вот это у нас середина этой стороны. И вот это у нас тоже середина этой стороны, потому что мы проводим вот эту прямую параллельно вот этой. А значит, наша одна треть делится на одну шестую и одну шестую. Подпишу тут одна шестая, это вот сюда относится. Это тоже одна шестая. Тут мы уже написали, что это одна шестая. Тут стало быть тоже одна шестая. И вот тут мы должны еще поделить этот наш оставшийся отрезочек пополам. Потому что он был одна треть. Делим пополам и получается по одной шестой отрезочке. Ну и теперь вот такие вот отрезочки можно привести, хотя это в принципе не обязательно. Так. И мы получаем с вами теорему Фалеса в чистом виде. Сколько у нас с вами вот таких оранжевых отрезочков помещается отсюда до сюда? Раз, два, три, четыре, пять. Так. Значит, вот этот вот отрезочек, это одна пятая от вот этого отрезочка. Вот этот отрезочек, это две пятых от него же. Этот, это три пятых. Ну а вот этот наш, который мы хотели узнать, это четыре пятых от вот этого отрезочка. Давайте посчитаем, чему это будет равно. Четыре пятых от одной второй. Сокращаем. Получаем две пятых. То есть, вот эта часть, которую мы хотели с вами узнать, Вот эта вот. Она равна 2 пятым всего нашего красного отрезка. Ну, а теперь совсем не сложно понять, чему тогда равен вот этот зеленый отрезок. 2 пятых минус 1 четвертая. Давайте считать. Приводим к общему знаменателю. Получаем 8 минус 5 двадцатых. То есть 3 двадцатых. Вот это наше зелененькое основание нашего зеленого треугольника. Это 3 двадцатых от основания нашего заштрихованного красным треугольником. Так? Значит, и площадь нашего зеленого треугольника составляет 3 двадцатых от вот этого треугольника. Давайте запишем это. Площадь нашего зеленого треугольника равна 3 двадцатых от площади нашего заштрихованного треугольничка. А площадь заштрихованного треугольничка, в свою очередь, равна, пишу 3 двадцатых, равна S деленное на 9. Так, теперь 3 и 9 у нас сокращаются, и мы получаем S деленное на 60. Значит, зелененький наш треугольничек 60 раз меньше, чем большой черный треугольник. Ну, а из этого несложно сделать вывод, что площадь большого нашего черного треугольника равна 60 площадям нашего зеленого треугольника. Ну, а площадь зеленого треугольника равна единичке, значит, площадь нашей искомой большого треугольника равна 60. И все, друзья мои, это ответ. Задача нелегкая. Вы молодцы, что пытались ее решить и досмотрели видео до конца. За это вам от меня лайки. Надеюсь, что я объяснил достаточно подробно и понятно эту задачу. Ну, и рассчитываю на ваши комментарии, лайки, подписки, если еще не подписаны. Спасибо за вашу любовь в геометрии, друзья. И пока. До новых интересных задач. Субтитры сделал DimaTorzok